МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ночь гибели Плотникова вы следили за Царевым по наводке информатора. Кто он? А зачем, по-моему, информатор? Кстати, каждый человек имеет свой запах. Как я пахну? Обладена. Марка, обладена. Хорошо. А ты знаешь, царь в городе. Пока Царев в городе, ей грозит опасность. Можем приставить к ней, например, Гребанько. Нет, пожалуйста, только не Гребанько. Простите, Кира, я не знал, что Володя ваш дядя. Слушайте, давайте к делу. Давайте. Поцелуете меня? А ты еще зачем? А вот зачем? Порегини Диму, муж и жена. Пока. Дорогой. Я хочу, чтобы ты меня видел. Дима, а ты толком даже не проходил обследование. Ксюша, давай не будем больше про это говорить. Есть еще кое-что. Царев объявился. Ограбил бухгалтерскую ферму. Есть видео с камер наблюдения. Да, и на камере четко видно, что его левая рука скрючена. Он забрал только жесткие диски. Почему бы мне ничего не сказала? Про Царева, про ограбление. Это она тебе сказала? Я сделала так, что ее уводят. Ты ничего не сделаешь, ты поняла? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро. Выезжаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, познакомьтесь. Это Дмитрий, представитель правоохранительных органов. Ух ты, полезное знакомство, Инга. Мы тут хотим свой бизнес замутить. Ну, гостиницу для собак. О, действительно полезное знакомство. Очень приятно. Очень приятно. Я слышу. Я гениален. Ты всегда прекрасен. Да, Кира. Сейчас, секунду. Извините, пожалуйста. Говори. Я, конечно, все понимаю. Я могу вас какое-то время прикрыть, пока вы там по Ларисе работаете. По Ларисе? Вы о чем? Вы что, не в курсе? Джем Шорохов уже выехали на место. А мы с вами давным-давно должны быть здесь и заниматься своими прямыми обязанностями. Да, понял. Начинайте без меня. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Не нужно ехать. Могу подбросить вам куда? Спасибо. Федор? Ну и чего тут у нас? Если в оборотни не веришь, тогда собаки. Федор, спасибо вам большое, Инга, что вы отбросили. Обращайтесь. А вот и вон. Дима! Дима, стой! Что ты делаешь? Что с Ларисой? Я тебя спрошу. Ты почему не на деле? В парке труп Меркулова там одна. Игорь Анженбекович, что с Ларисой? В квартире обнаружены следы взлома и борьбы. Ну, крови нет. Стой здесь. Да, тебе там нечего делать. Если это царев, то наружу попу. Если бы он хотел убить, то бил бы в квартире и пости станцию. Ефремов, есть у вас соображения, куда ее могли увезти? Свои соображения он высказал еще вчера вечером. Что, Грабанько? Ранена. Об тачку глобанули, бедняжка. Вот дебил. Ты слышишь, Славик? Что с людьми делается, а? Заведит себе хомячка. Свинку морскую. Котеночка. Я такую страсть дома заводю. Это ж не собаки, это крокодилы какие-то. Крокодилов тоже дома держат. Да ты что, серьезно? Ой, что с людьми-то делается? Ой, здравствуй, Димочка. Тетя Тома, привет. Я Кирилович. Я рада. Можно вас на секунду? Мне нужно отлучиться. Можете меня прикрыть перед женой? И что вы собираетесь делать? Искать вашу информаторшу в одиночку? Она мой друг, и она уцарила. Я, конечно, все понимаю, но ее ищет вся московская полиция. Вы один и слепой. И что вы предлагаете? У нас тут, между прочим, труп. Мне некогда заниматься загрызными бомжами. Так что оформляйте его, как несчастный случай. И все. Это не бомж, и это убийство. Лумильский Валерий Юрьевич. 23 года, студент МГУ, факультет журналистики. Я позвонила его родителям. Они сказали, что вчера вечером ушел. Они думали, друзья или с подружкой. Кстати, родители едут сюда. Да? Ну и почему убийство? Сколько я помню, в этом парке бегает куча бездумных псов. С таями. Могли загрызть. Ну, ребята из ППС нашли свидетелей. Бомжей, кстати. И они слышали вчера вечером, за полночь уже, крики и рычания. Сильно кричал, помогите и все такое. Ну, а потом свист такой, ну, как собак подзывают. Говорят, что свистели из машины. Ну, из кустов, где кричали, выбежала псина, запрыгнула в эту самую машину, и она уехала. Ну, то есть кто-то специально наторвил собаку на человека? Значит, Дим, смотри, я думаю, что он убегал, собака его догнала и вцепилась в ногу. Вот, рано. Да? Угу. Так, дальше у нас кисть руки. Видишь, здесь оборонительные. Это он уже лежа отбивался, защищался. Ну, и потом вот горло. Бродячие собаки там действительно есть, но бомжи за них хручаются. Мелкие шапки, да и не по зубаму. Чувак-то здоровый. Получаются. А порода собаки, номер машины? Ничего, крупная псина. А крас вроде бы как темный. Темно же было, не рассмотрели. Ну, про машину иномарка темная. Вроде бы как хэтчбэк. Кеша, на теле есть следы шерсти и слюны? Ну, есть-то они есть, только собачья база-то где? Принесите образец, скажу, а тут уж совпадет, не совпадет, все. Все равно не факт, что умышленная. Так ведь исключать нельзя. Никогда не ходите вечером гулять на трофяны, и болото. У-у-у! Родители уже приехали на опознание. Джейм попросил, чтобы я одна с ними поговорила. Отец у нашей жертвы со связями. В общем, привет. Надо, чтобы на расследование были брошены лучшие силы. Да, они же любой инвалид, понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Меркулова Кира Витальевна. Уберите! 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 Пойдем, пойдем, пойдем! 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 Федор, так, кажется, собаку баскировали. Я понимаю, что вам очень тяжело, но нам нужно, чтобы вы ответили на наши вопросы. Вам нужно? А когда нам нужно было? Где вы были? Ваша мэрия, префектура, где? Ну что, как дела? Работаем. Как новости? Тоже работаем. Шорохов вроде вычислил машину, на которую ее увезли. Так что ты угомонись, дело движется. У вашего сына были враги, кто мог желать ему неприятностей? Игорь Анжимейкович, вы понимаете, что Царев знает больше о нас, чем мы о нем? Ларису украли после того, как я с ней поговорил. Он следил. Зачем он взял эту бухгалтерскую фирму? Что он вообще делает в городе? Зачем он вернулся? Вот поэтому, Дима, я прошу тебя, не лезь в это дело. У тебя от него в одном месте свербит. Я, конечно, все понимаю, но польза от этого один вред. Если Царев даже у тебя под носом будет тебе рожи крутить, то ты... Извини. Мы должны выяснить, зачем он вернулся. Он был в спортивном обществе, вы знаете, болельщики шарфовы. Потом он увлекся общественной деятельностью. Стал заботиться об очистке города от источника инфекций. Крысы, бездомные шавки. Ваш сын уничтожал бездомных садов. А вы как хотели. После того, что они сделали с его другом. А что случилось с его другом? То же самое. И десяти дней не прошло. Стоп. Вы хотите сказать, что друга вашего сына тоже убили собаки? Две недели назад. Насмерть загрызли. А вы что, не в курсе? Господи. Ефремов только не серийный. Две недели назад во дворах на улице Коненкова было найдено тело. Лизанцева Андрея Викторовича. Двадцати одного года. С многочисленными кусами и вырванным горлом. Смерть в сошли несчастным случаем. Санитарными службами был проведен отлов и стерилизация бродячих псов. Но для нас важно совершенно другое. Погибший был близкий друг нашей жертвы, Валерия Лумельского. Ну и? Две смерти в течение двух недель. Оба знакомы. Обоих загрызла собака. Это же очевидно, что кто-то использует боевого пса как орудие убийства. Хорошо, мотив. Выясняем. Надо копать прошлую жертву. Лумельский чист, а вот первая жертва рязанцев, проходила свидетелем по драке со смертельным исходом. Но самое интересное другое. Они оба были дакхантерами. Кем? Истребителями бездомных псов. А там между ними и защитниками животных такие страсти. В общем, пока что наша рабочая версия такая. Я уверен, что оба убийства произошли на почве этой самой дакхантерской деятельности жертв. Ну, тут эксперт-кинолог нужен. О! У меня есть. Так звони. Сейчас. Нина! Кира, я тебя очень прошу, загрузи его этим делом по самые уши, чтобы он ни на что другое не отвлекался. На Царева? Ни на что. У вас два глаза на двоих. И оба они у тебя. Если он будет лезть на рожон, за него отвечаешь ты. Поняла? Да. По самые уши! Спасибо, Нина. Нужно выяснить, что на ферму, на которую напал Царев, зачем им понадобились эти бухгалтерские жирские диски? Джон велел отвлекать вас от этой темы. Вы будете его слушать? Дима! Я вас буду ждать в машине. Нет-нет, не надо. Ксюш, извини, пожалуйста, сейчас некогда разговаривать. Здорово. Слушайте, ну я вряд ли чем-то могу вам помочь. Я ж поводырей воспитываю, осторожно. А вам нужен кто-то по-бойцовски, по-сторожевым. Так какая собака может загрузить человека? Да любая крупная. Ну, ротвеллер, док, стаф или вот овчарка. Герда? Девочка моя хорошая. Герда, иди-ка. Иди ко мне, моя дорогая. Понимаете, если собака видит, что хозяину грозит опасность, это же кровь, инстинкт, программа. Ну, а если человеку ничего не угрожает, можно собаке сказать фасы, и оно поглобит? Слушайте, ну фасы, это как-то не круто. Нет. Настоящую собаку охранника хозяин натаскивает на секретную команду. Выбирает редкое слово, которое в повседневной жизни не так употребляется часто. Собака атакует по этому слову. Да? А что насчет докхантеров? Твари. У меня статья была о том, сколько за последний год погибло домашних собак от рук докхантеров. Так, сейчас я ее найду. Так. Да вы присаживайтесь. Они ведь только прикрываются тем, что борются с бездомными собаками. А на самом деле им же все равно. Настоящие живодеры. Собак битым стеклом кормят или ядом. А мы для них это так. Шавка спасателей. Зоо-экстремист. Тут написано, что было несколько уголовных дел возбуждено. Угу. А как вы хотите. Вот допустим, человек завел собаку редкой породы, а не брать из чужих рук еду не научил. И вот этот песик хватает на улице кусок фарша, а там из-за неозит. Что? Это лекарство против туберкулеза. Ну, изик, другими словами, так его докхантеры называют. Людям-то оно безвредно, а собаке это яд. Они берут это лекарство и смешивают с фаршем, а потом по дворам раскидывают. И выходит хозяин с собакой погулять. Собака хватает, этот фарш съедает и все. Да, это мотив. Собака хватает, этот фаршем. Ау, не за ровно. Да-да. В общем так, за последний год подавали заявление о намеренном отравлении собак 8 человек. Один из них уехал на ПМЖ в Израиль, две бабушки-старушки и один погиб в автокатастрофе. Остается четверо. На одного из них зарегистрирован синий Peugeot хэтчбэк, у него был мастиф, рыночная цена которого 2,5 тысячи долларов. А фамилия как? Таша, ко мне, ко мне, ко мне. Ой, у меня чего есть-то, Таша. Ой, чего у меня есть вкусное. Так, ко мне хорошо, хорошо. Где Мичев Вячеслав Иванович? А что? Следователь Меркулова. Скажите, вы подавали заявление о намеренном отравлении вашей собаке? Да неужто? Быстро работаете. И года не прошло. Чего ради-то вы спохватились-то? Девочки рабыли около полуночи. А здесь был, вот с ней гулял. Кто это может подтвердить? Зачем это кому-то подтверждать? Палучку, палучку. Это же идиотизм. Вы понимаете? Это же идиотизм. Я кот. Что? Когда по моему заявлению хоть что-нибудь сделают. А тут из-за каких-то ублюдков меня же и хватает. У вас погиб зверь, господин Демичев. Животное. А эти ублюдки люди. Да, хантеры, вы их сайт почитайте. Очистим город от заразы, детям опасности. От лужи копнешь. Садизм с двошной. Они еще получат удовольствие от того, что убивают живое существо. Они ставят чикадилы потенциально. Не убивать чикадилы у нас имеет право только государство. Все, сейчас и оно. Как ты перестал это делать? Не зря. Кое-кого не мешало бы. Псами затравить, как он с лагеря. Готовь, штат! Грибов, зайдите ко мне. Ну что? Алиби, нюхоте есть. Предлагаю сравнить мех и слюну его пса с теми, которые на теле жертвы. Я думаю, это он. Молодцы. Работайте. А Лариса есть новости? Этим делом другие занимаются. Давайте, следующий Налин. Короче, ходят ко мне тренироваться пару ребят из Убыв. Я у них спросил про ту фирму, которую Царёв грабанал. И? Ручки, ручки, держи, Андрюша. Обычная контора. Бухгалтерия, аудит, консалтик. Грехов не больше, чем у других. Зачем же тогда Царёв понадобился к базе данных? Они не знали. Но к этой фирме раньше имел отношение некий банкер Мухин. Знаком такой? Еще бы. Борис Мухин, президент ЗЭТ-банка. Решил приватно отдохнуть. Заказал у Ларисы девочку. Пока топлавала, кто-то перерезал горло. Мы вели убийство Мухина с Володей. Это был последний диалог перед его смертью. Нашли убийство? Нет. Серия ограблений с убийствами, очень похожие друг на друга. Грабили загородные дома. Я думал, что это заказухи, замаскированные под грабежку. Царёв мастер на заказухе. Я думал, что это он. А Джем с Володей думали, что это банды отморозков. И что, прав оказался? Они. Я когда в больнице лежал, эту банду поймали. Мне в общем сознались, что Мухина зарезали и остальных. Ну, в общем, я тебе инфу дал. Дальше сам думай. Я иду. Есть связь, но какая связь? Зачем ты, Царев? С таким риском вернулся в город. Что он ищет? Что вообще могло быть в этих компьютерах у фирмы Мухина? Бухгалтерия, финансы. Да, всякая не порнушка. А эти ребятишки, которые из-за Мухина закрыли, они точно не при делах? А то знаешь, как бывает. Я не знаю. Материал нужно поднять. Да. Когда? Скиньте координаты. Ну что? Тупик, что ли? Федор. Ты верь после этого навигаторам. Эй! Сюда. О, мы спасены! Труп так лежит, что вдвоем нам тут не подобраться. Лежать. Лежать. Ну, чувак, кто нашел? Хозяин гаражей, ничего толкового записала, отпустила. Понятно. Тетя Том, наш? Да ваш, ваш. То же самое, что в парке. На руках оборонительной и горло вырвано. Только этот еще успел палку подхватить. Отбивался. Вот, пожалуйста. Вот, смотри. Значит, собака у нас теперь с ранами. Ну, похоже на то. Как ты вообще сюда доковылял, не покалечился. Навигатор. Ну, чего, вы все там? Можно мне? Куда ты? Куда ты? Дима, ну, давай ко мне привезут, у меня посмотрят. Дай перчатку. Да, ешь, сейчас. Кирочка. Кирочка. Вот, изучайте. Так, студенческий билет. Диулин Павел Викторович, факультет экономики. Сколько времени прошло с момента смерти? Ну, часа четыре назад, не больше. Понятно. Это раз, когда мы запрашивали Демичева отражений. А мне? Рядом. А может, кто-то специально, чтобы Демичева отмазать? Ну, мы банды собачников против банды док-хантеров. Да. Ну, что, его отпускать? Не похоже на его. Диулин, Диулин, не могу спать. Наверняка связан с теми двумя. Точно, вспомнила. Диулин, я тебе что говорил по делу Мухина, а? Доброе утро, Тигран Женебекович. Ты мне тут не лыпься. Ты вот ничего не видишь? А я в это время Киру за уши из архива оттаскиваю. Ты что там делала? Тигран Женебекович Меркулова там была по моему заданию. А мне нужны были материалы уголовного дела по Мухину. Не нужны, я сказал. Я вам запретил туда нос сувать? Запретил? Так точно. И сейчас запрещаю. Не ваше дело. У вас вон и так проблем хватает. Срезь белого дня собаки людей грызут. А у нас есть сдвиги по собачникам? Хорошо, излагай. У нас три жертвы собачьих нападений. Первый, Лумельский. Точнее, мы думаем, что он первый единственный. Но две недели назад также загрызли Рязанцева, друга Лумельского. Тоже студент, тоже док-хантер. А сегодня от зубов собаки-убийцы погиб Диулин. Тоже студент. О его прошлом нам пока ничего не известно, но и Диулин, и Рязанцев оба проходили по одному и тому же делу. А именно... 2 февраля этого года на проспекте Вернадского произошла драка между неустановленными лицами, в которой был убит некто Антон Варданов, продавец спорттоваров. По делу никто осужден не был, однако обе жертвы привлекались в качестве свидетелей. Новая версия. А док-хантеры все? До свидания? Да, мы считаем, что эти убийства как-то могут быть связаны с этой дракой. Кто-то может мстить за смерть Варданова. Мстит свидетеля? Да какие свидетели, Тигран Джеремекович? Ну, вы, может, подумать, не знаете, как дела делаются. Значит, тот, который первый. Ну, что вы думали, что первый? А оказался второй. Лумельский? Да. Так он что, ни при чем? Как раз таки при чем. Они были друзьями. Поэтому я считаю, что эту драку нужно хорошенько изучить. Ну так изучайте, а не по архивам лазите. Мстители. Чего ждете? Когда буфет откроется. И как обычная, Анечка. Как обычная. Да, как же глупая попалась. Ну, что, что-нибудь придумаем. Какой он из себя? Сапегин! Посмотрите, у Лободесной книжки есть, позвоните. Не, не надо. Вы, Сапегин? Ну? Погреть? Веня, ты думал, что я тебя не увижу? Ефремов, дай спокойно поесть. Он пошел за стол. Ты знаешь, мы расследуем дело про собачек. У нас к тебе пару вопросов. Ой, извините. Извините, чего? Ты вел драку и убийство Анна Вернацкого? Ну да. Но рассказывать нечего. Обычная хулиганка. Кир пилу одного у кабака попинали. Ну, он впал в кому. А через два дня копыт отбросил. Прикольно. Кир, присаживайтесь. А кто попинал? Что? Пойди, найди. Ну вот пойди и найди. Это, между прочим, в твои обязанности входит. Как будто у тебя никогда бессиканье было. Свидетели драки могли быть ее участниками? Нет. О, уже горячо. А ведь у свидетелей драки были косточки на кулаках сбиты. Да? А ты это как-то упустил. А еще там был один студент по фамилии... Луминский. Он почему-то исчез из списка свидетелей. А, почему? Да пошел. А, потому что у него мама и папа при бабле. При очень большом бабле. Достал ты, Ефремов. Мало тебя долбануло. Чего? Ага, козел. Ну, ладно, Кира, все понятно, что кто-то мстит за смерть парня. С кого начнем? С вдовы. Ой, слушай, извини. Меня с тех пор, как долбануло, стал такой неуклюжий. Не вижу ничего. Да блин. Не, ну а что? Я этого в пол не могла такое устроить. Натравить собаку на обидчиков, это очень даже по... Женски? По-бабски, я бы сказала. Криминалисты утверждают, что самый женский способ убийства, это, конечно, яд. Это если яд можно незаметно подсунуть. А ей что, ходить по улицам и предлагать незнакомым людям фарш? Ну, с этим, как-нибудь так? Извини, азидом. Ну, да. А где дядя Федор? Дядя Федор с ней не тренируется. Ну, понятно. Между прочим, подполковник не втык дал за то, что оставил вас в больнице без присмотра. И впредь наказал не давать вам лезть на рожон. Правильно сделал. Стоп. А если мы сейчас придем, а у нее там этот пес-убийца, который человечную попробовал? Оружие при вас? А вы мне бисектрису не перекроете? Ого. Ну что, как я могу перекрыть бисектрису? Ладно, давайте тогда... Давайте тогда договоримся о сигнале опасности. Ну, я его подам, а вы сразу же на пол подойдите. Как у собак. Ну, типа того. Точно. Тулья. Что? Тулья. На шляпе. Почему? Хорошее слово. Редкое. Мало кто произносит. Сразу подходит под сигнал. Это не то. Почему? Да... Ну, хорошо. Так, так. Скорежали. Лиле, заходите. Может быть... На самом деле, можно любое слово. Ну, косябры леют канделябры. Ох, лая нет уже, как хорошо. Хотя канделябры мне нравятся больше. Канделябры. Анастасия Варданова? Да. Здрасте. Здравствуйте. Дело закрыли. Я больше ничего знать не хочу. И не знаю. Убийца все равно никто не будет искать. А я что могу? Антона все равно не вернуть. А у вас есть собака? Нет. Никогда не была? Никогда. Скажите, а когда было расследование, вам не показалось, что свидетели драки, они и были убийцами вашего мужа? Показалось? Да это было ясно, как божий день. Только кому докажешь это? Мой брат пытался там что-то выяснить, но все бессмысленно. Следователь точно на лапу взял. Хорошо. Скажите, а... А скотч? Что? У вас есть скотч? Клика и лента. Вам сейчас это нужно? Будьте любезны. И ножницы. Говорите, собак у вас никогда не было? Никогда. Антон хотел завести собак, но я не люблю. Нет, не было. Сказала уже. Может быть, кошки? Нет, кошек тоже не было. У меня аллергия. Ой, меня тоже. Скажите, а что вот это за шерсть? Просто если вы не скажете, мы вас вынуждены будем задержать. А это отправим на экспертизу. Что в самом деле? Это Мотин мех. У брата моего собака есть. Он здесь бывает, с нее и сыпется. А какой пора думаете? Не знаю. Дог, бульдог. А брат, вы говорите, дружил с Антоном? Да, дружил. Ясно. Алло, Сапегин, это опять Ефремов. Нет, нет. Подожди, не гуньби. Драка на Вернадского. Кто из родственников погибшего был больше всего недоволен твоим художеством? Еще раз говорю, было расследование в рамках законодательства, как положено. Да, непонятно. Да понятно, понятно. Ты кто? Ну, этот брат жены, кто он, Шурин, что ли? Он был взбухал. Лесин Павел Юрьевич? Да я помню, что ли? Вроде да. Спасибо тебе, Сапегин. Пожалуйста. Ты штаники постирал? Да пошел. Живописный этот Лесин. Судимусь у него по 159-й за мошенничество. Предлагаю вызвать опоргруппу. Спасибо. У нас светились волшебные слова. Тулья, бордюр, канделябр. Угу. Кира, куда вы все время уходите? Простите. Это наше. Ого. Господин Лесин, нам нужно задать пару... Мойда, пасть! По поводу смерти мужа вашей сестры. Спасибо. Стоять. Мотя, мой хороший. Ты мой защитник. Не бойтесь, это Геракл. Стой. Пес забинтован. Мотя, свои. Свои сказал место. Что за борода? Это буймастиф. А вы можете, пожалуйста, запереть собаку на время нашего разговора. И куда? Куда угодно. В ванну и в туалет. Да она у меня добрая. Пожалуйста, заприте собаку. Мотя, пошли в ванну. В ванну. Пошли. Вот тут и сидит дура. Подумай, какая ты дура. А почему она забинтована? А потому что дура. Поехали в деревню, а там быки. А эта порода как раз для бычков создана. Вот увидела бычков. Только это не иностранные, а наши русские боря. Навалял люлей, теперь отсыхает. Ты радарша, блин. Когда это было? Где-то недели полторы назад. А что? А где вы были вчера и сегодня ночью? В районе двенадцати. Так. Не понял. Что за дела? Ну так же выглядит, как разговаривают. Ну да. Нет, ребята. Вы меня на эту тему не подписываете. А тем козлом, который Антушу забили, я бы сам лично голову проломил. А оно мне надо? У меня жена, семья, другая жизнь. Две недели в деревне, потом по ветклиникам. Есть алиби, есть справки. Обломитесь. Заткнись, тварь. Унитаз спущу. А это что у вас за порода? Это русский той. Зачем он такой? Пацаны прикололись. На день рождения подарили. А куда его? Не выбрасывай же. Мы проверим ваше алиби. Да пожалуйста. Хоть сейчас. А у Антона были друзья, которых ваша сестра не знала? Да она вообще ничего не знала. Они же разбежались практически. А у него другая была. У Антона была другая женщина? А кто? Не в курсах. Какая это с собачьих выставок? То ли судья, то ли типа этого. Один раз их видел вместе. Так издалека. Можете ее описать? Что касается слухов о якобы массовых нападениях на людей-бродячих собак, то это вопрос не к нам, а к соответствующим городским службам. Пока нам известно лишь о двух случаях, и в них фигурируют не бездомные собаки, а домашние питомцы. В обоих случаях ведется расследование. Снято? Ну а как ты хотел? Жить с инвалидом это крест. Пап, ну если бы он понимал, что он инвалид, а то он ведет себя как здоровый человек. В больницу легче не убили, а сейчас опять. Что? Ты представляешь, Джемс сегодня застукал его напарницу к курицу эту в архиве. Она для него документы искала по старому делу. Какому? Ну помнишь, это убийство Мухина, ну не суть. Он ему запретил, а он все равно лезет. И главное не меня, а ее попросил. А почему не тебя? Ой, вот видите ли, дойце, что я мне рассказала, царев какую-то фирму ограбил. А что он так на цареве зацепил? Да ну его. Ну, а если бы тебя попросил, то что? Еще чего. Джем прав, нечего ему лезть. Он глаза потерял. Мало? А еще удивляешься, почему у вас такой разлад? Папа, я просто забочусь о его безопасности. Вот уж не думал, что моя дочь так плохо разбирается в мужиках. Пап. Дим, брат, ты же знаешь, для тебя все что угодно. Джем специально всех предупредил. Если ты попросишь старые... Да, мы тогда получим этот отчет. Да и сделаем, у тебя граница не будет. Если ты попросишь старые дела, чтобы никто не смел для тебя лезть в архивы. Сказал, что башку оторвет. Да. Блин, что там у тебя лает? А, понятно. По Ларисе? По Ларисе, значит, так. Да, спасибо, Игорь, я понял. Есть новости? Новости прекрасные. Джем перекрыл нам доступ к архиву. А еще вчера видели машину Царева где-то на Варшавке. Если это, конечно, новое. Что у вас? Едем с тем щеку? Мне кажется, есть кое-что. Среди судей женского пола никого, даже близко по возрасту. А вот одна администраторша очень даже подходит под описание. Некая Инга Юхичева. Знакома? У меня теперь большие связи в собачьем мире. Чай, кофе. Нет, спасибо, это лишнее. Инга, вы меня вчера подвозили, я... не запомнил, какая у вас машина? Опель. А цвет? Серый. Серый. А какая порода собаки у вас? Родвейлера. Доби. А какого окраса? Темный, все родвейлеры темные. А, точно. Вы меня интригуете, Дима. А вы-то меня как интригуете. Скажите, вам знаком Антон Варданов? Нет. Кир, как мимика? Пять баллов. Что здесь происходит? Инга, вам придется проехать с нами. Что значит с вами? Вы подозреваетесь в стройном убийстве. Что? Стоп. Что это было? Рамка на столе упала. Кир, подведите меня. Все нормально? Вы куда? Надо забрать дядю Федора. О, Дим, здравствуйте. Вы за дядь Федором? Да нет, Нина, я за вами. Кто из ваших псов? Герда. Долго натаскивали? Почти полгода, когда поняла, что этим тварием ничего не будет. Мне жаль, Нина, правда, ей очень искренне жаль. Вам есть с кем оставить ваших питомцев? Да. Да, Инга. Хорошо. Поедемте, мне не хочется вызывать убергруппу. Хорошо. Хорошо, Дима. Дима. Герда, я знаю, ее усыпят. Я хотела бы сама это сделать. Она ведь ни в чем не виновата. Они забили его ногами до смерти и ничего, живут? Уже они живут. А этот ваш следователь мерзкая рожа, отмазал это? Волнуйтесь, мы с ним разберемся. Он наделали столько шума, что это дело поднимет, получит свое. Он будет жить. Должен был быть следующим в вашем списке. А потом кто? Прокурор, судья. Ну что, хотите весь мир затравить собаками? Только тех, кто бил Антону. Герда. 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 Девочка моя, Герда. Посмотри, Герда. Прости. Прости. Нина, нам пора. Нет, Дима. Простите. Я не могу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дима, кавалер-газ! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лежать! 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 Ира, в скорую! Кого? Федору! Сейчас, сейчас, прожди! Лежать! Руки! Лежать! Сейчас! 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 Пbin consegue ig tan опыта? Все будет хорошо. А вы вовремя, как догадались. Так ясно же было, что вы опять тихарите. Еще Викичева свою машину не не одолжила. А почему вы опять один полезли? Джима меня убьет. Почему вы крикнули кавалергард? А что надо было? Мы же вроде договаривались к кенделябре. А что же вы тогда присели? Ну, просто очень убедительно прозвучало. Просто перепутала. Спасибо. Дима, почему ты в крови? Ты ранен? Все нормально, это не моя кровь. Кровь и все. Как вы допустили опять что-то... Тихо, тихо! Я сам! Укол я ему сделала. Сейчас его зашьют, забинтуют и пусть отдыхают. Раны, конечно, тяжелые, сухожилие на ноге задето. Пока не знаю, чем это обернется. Завтра приезжайте. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы все в порядке. Поехали, я тебя домой отвезу. Я тоже домой. Всего доброго. Спасибо вам, Кира. До завтра. Ларису нашли! Здравия желаю. Территорию от... Недавний эксперты приехали. Работали. Дима! Аккуратно, подожди. Дима. Где она? Такой, подожди, помедленько. Подожди. Аккуратно, ступеньками. Дима, ступеньками. Дима, вот. Тома! Девочка. Где она лежит? Дим, давайте перчатку дам. Не надо. Что у нее с лицом? Что у нее с лицом? Что у нее с лицом? Он ее пытал. Зачем? Зачем? Она же ничего не знала. Зачем? 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 Что у меня с лицом? х pomолк? Ох, боже. Зачем? Да. Тома-оболк? Измережно. Субтитры создавал DimaTorzok